Коллеги, доброе утро. Давайте начнем. 11 утра. Меня зовут Катерина Черневская, и я рада приветствовать вас на моем бесплатном веб-касте «Примеры использования языка DAX» для Power BI. Это второй веб-каст из нашей серии веб-кастов про работу в Power BI, и это уже углубленный курс для специалистов по языку DAX. План нашей встречи представлен на экране. Начнем с базовых вещей, разберем, что представляет собой DAX, посмотрим на его синтаксис, типы данных, с которыми работает DAX, уделим внимание различия между вычисляемым столбцом и мерой, разберем, что в каких случаях нужно создавать. Основное время нашего веб-каста мы уделим демонстрациям, в ходе которых я покажу, как создаются меры, вычисляемые столбцы, формулы, как используются те или иные функции, какие богатые возможности есть у языка DAX. Покажу примеры, как с помощью языка DAX можно улучшить представление данных в отчете, сделать отчеты интерактивными. Для демонстрации я буду использовать реальные примеры из нашей практики выполненных проектов, но на безличных данных. Поэтому любое совпадение данных из модели с реальными считаем случайным. Итак, что представляет собой язык DAX? Язык DAX – это набор функций, операторов и констант, которые можно использовать в формуле или выражении, чтобы подсчитывать и возвращать одно или несколько значений. Сразу хочу обратить ваше внимание, язык DAX не является языком программирования. Это функциональный язык, то есть он состоит из уже встроенных в него функций и предназначен для вычисления выражений, а не для выполнения команд. Мы не сможем написать на DAX какую-то свою функцию, но мы можем сделать нужное нам вычисление, используя богатый набор встроенных в него функций. Функции DAX похожи на Excel, поэтому если у вас уже был опыт работы с формулами в Excel, вам будет легче начать использовать язык DAX. Однако в языке DAX есть существенные отличия по сравнению с Excel. Давайте немного подробнее остановимся на особенностях языка DAX в сравнении с Excel. Ключевое отличие – это сущности, с которыми работает язык DAX. Как мы знаем, в Excel минимальная сущность для создания формул – это ячейка. Она имеет адрес, и, используя этот адрес, мы можем создавать формулы. Также мы можем устанавливать различные типы данных для ячеек в рамках одного столбца. В языке DAX минимальной сущностью является столбец. То есть в DAX мы не сможем создать формулу только для какой-то одной ячейки. В DAX мы создаем формулы для всего столбца или же для таблицы в целом. Для иллюстрации можем вспомнить работу с таблицами Excel, то есть когда данные отформатированы как таблица. Если в какой-то ячейке отформатированной таблицы мы создаем формулу, она автоматически будет создана для каждой ячейки этого столбца. Похожи сценарии и в языке DAX. Создавая формулу, вы создаете ее для всего столбца. Оперируя данными, вы оперируете данными всего столбца, либо всей таблицы в целом. Отсюда вытекает особенность работы в Power BI. Тип данных мы можем присвоить столбцу в целом, в то время как в Excel мы могли в одном столбце присваивать различные типы данных разным ячейкам. Пожалуй, это ключевое отличие в процессе перехода от Excel к DAX. Соответственно, запомните, в DAX мы оперируем столбцом или всей таблицей в целом. Знание языка DAX играет важную роль в проекте внедрения Power BI в компании. Давайте посмотрим на основные задачи такого проекта. Первая задача – это обучение пользователей. Частично ее мы решаем в рамках серии наших бесплатных веб-кастов. Здесь отмечу важность обучения пользователей в соответствии с их ролями. То есть для аналитиков должен быть курс по обработке данных, созданию отчетов, по DAX в частности. Для пользователей отчетов нужен курс о том, как с этими отчетами работать и так далее. Следующая задача заключается в разработке ключевых показателей эффективности и дашбордов, чтобы споректированные отчеты несли в себе смысловую составляющую и четко отвечали на вопросы бизнеса. Далее необходимо понять, какие данные откуда будут поступать, все ли данные в полном объеме для построения отчетов имеются, как они могут и будут взаимодействовать, какую обработку данных нужно будет сделать и так далее. На этом шаге нам нужны знания языка DAX. Нужно понимать, какие его функции и как мы будем использовать для преобразования и анализа данных. После этого можно переходить к задаче интеграции данных с источниками, настройки процесса загрузки и обработки данных. И здесь, опять же, потребуется знание языка DAX. Завершающая задача заключается в проработке сценариев совместной работы пользователей над отчетами с учетом разделения прав доступа. То есть решить, каким пользователям нужен доступ к рабочей области, каким пользователям, возможно, нужно ограничить доступ, возможно, нужно создать приложение для распространения отчетов в компании и так далее. И последний пункт, опциональный. Эта задача появляется в тех случаях, когда недостаточно стандартных визуализаций или визуализаций из магазина. В этом случае можно разработать свои собственные визуализации. Все эти задачи вы можете выполнить у себя в компании самостоятельно, создав рабочую группу из представителей различных ролей. Существенный момент, на котором следует остановиться в самом начале изучения языка DAX, это терминология. В ходе нашего веб-каста мы будем использовать устоявшиеся термины, а также в дальнейшем при поиске той или иной информации, прочтении различных статей, вам будет проще, если вы будете владеть терминологией. Терминов немного, мы уделим им буквально несколько минут, но их значение существенно облегчит для вас вхождение в язык DAX. Итак, первое, что часто путают, это термины функция и формула. Формула – это законченное выражение, которое мы создали для вычисления. Формулу мы пишем в строке «формул». А функция – это то, из чего наша формула состоит. В языке DAX порядка 200 встроенных функций. Написать свою функцию мы не можем, но мы можем написать формулу, используя встроенные функции. В примере на слайде наша формула состоит из одной функции «count», которая подсчитывает количество значений в столбце. У функции есть так называемые параметры. Это то, чем оперирует функция для вычисления результата, то есть то, что передает значение в нашу функцию. В примере на слайде в качестве параметра функции «count» указан столбец «Вид транзакции» таблицы «Факт-2019». У функции также может быть не один, а несколько параметров. В текущем примере на слайде указана функция «дивайд», и в этой функции три параметра. Функция «дивайд» позволяет сделать вычисление деления с проверкой ошибки деления на ноль. Эта функция делит первый параметр на второй и возвращает результат этого деления. А в случае, если второй параметр является нулевым или не является числовым, функция возвращает данные, указанные в третьем параметре. В качестве параметра могут выступать не только столбцы или таблицы, но и другие функции. То есть одна функция может быть вложена в другую. Это явление называется вложенностью функций. В данном примере на слайде вы видите также вычисление деления, но для определения числителя уже использована функция «calculate». Эта функция вычисляет выражение, измененное фильтрами. Иными словами, первым параметром функции «calculate» является выражение. В нашем случае это подсчет количества значений в столбце «вид транзакций». Вторым параметром функции «calculate» является фильтр, применяемый к столбцу «вид транзакций», благодаря которому подсчет количества будет вестись только по транзакциям со значением «ошибка». Синтаксис языка DAX, как вы можете заметить, похож на синтаксис, к которому мы привыкли в формулах в Excel. При написании формул не забывайте указывать сперва название, затем оператор знак равенства и после этого выражение для вычисления. В данном случае знак равенства будет обозначать начало формулы. Название функций «все» на английском языке. Разделение между параметрами функции осуществляется при помощи знака «точка с запятой». Это справедливо для русской версии приложения Power BI Desktop, в английской версии разделителем будет являться запятая. Для облегчения прочтения формул используйте форматирование. В языке DAX есть так называемые негласные правила, которых рекомендуется придерживаться. Например, если формула сложная, с вложенными функциями, то пишите каждую новую функцию с новой строки. А при наличии нескольких параметров функции, их также рекомендуется писать каждой на отдельной строке. И несколько слов про правила именования ссылок на таблицы «столбцы и меры». Таблицу заключаем в одинарные кавычки. Их можно опустить, например, если нет пробелов в названии таблицы, и она называется, например, на английском языке. Но чтобы не запутаться, лучше всегда заключайте название таблицы в одинарные кавычки. Это также позволит избежать проблем в случае переименования таблицы в будущем. При ссылке на «столбец» обязательно указывайте, к какой таблице он относится, то есть в какой таблице он находится. И при ссылке на «миру» указывать, в какой таблице она создана, не нужно. Это в том числе даст вам возможность в будущем безболезненно переносить «миры» из одной таблицы в другую. Для «столбцов» такой возможности нет. То есть столбцы жестко привязаны к таблицам, в которых они были созданы, а «миры» мы можем перемещать между таблицами. Типы данных, с которыми работает DAX, представлены на слайде. В целом типы данных можно разделить на две группы – числовые и другие. К числовым, соответственно, относятся числа, это целые, десятичные, сюда же относятся валюта, дата, время и логический тип. К нечисловым относятся текст и бинарные объекты. Это могут быть, например, изображения, загруженные в модель фототоваров или сотрудников и так далее. И еще несколько слайдов с теорией на сегодня про вычисляемые столбцы и меры. По результатам опроса ваших пожеланий по темам вебкаста, более 45% респондентов отметили, что теме про вычисляемые столбцы и меры нужно уделить большее внимание. То есть, похоже, эта тема вызывает много вопросов и не до конца понятно. Поэтому давайте разберемся в этих понятиях назначения и отличиях. И вычисляемые столбцы и меры создаются с помощью языка DAX. И, пожалуй, это ключевое их сходство. Дальше будем говорить об их различиях. Вычисляемый столбец возвращает результат в каждую строку. Вычисление производится сразу после создания формулы и повторно значения пересчитываются только при обновлении данных в отчете или пересчете формулы вручную. Вычисляемые столбцы могут базироваться на столбцах или таблицах модели данных, в том числе на других вычисляемых столбцах и мерах. Меры не вычисляются по конкретной строке. Вычисление производится в момент использования меры на визуализации, в том числе при изменении фильтров. Воздействующих на визуализацию. Обычно при создании меры используют агрегатные функции, такие как сумма, средняя и прочее. Если говорить о том, в каких полях визуализации используются столбцы, а в каких меры, то можно наглядно представить это так. Для примера возьмем диаграмму с областями, на которой отображен процент выполнения плана по кварталам в разрезе трех стран. Также есть срез для фильтрации по продуктам. И, соответственно, где мы используем вычисляемые столбцы, где мы используем меры. Столбцы, в том числе вычисляемые, мы будем использовать для среза, потому что срезы нельзя построить на основании меры. Во-вторых, столбцы мы будем использовать для уровня детализации отчета. В нашем случае мы сделали детализацию по странам. И, в-третьих, для оси Х, в которой отображены данные о кварталах. Здесь мы во всех этих трех случаях должны использовать вычисляемые столбцы. Меры мы можем использовать в области значений нашей диаграммы. Давайте на практике посмотрим, соответственно, на различия между вычисляемыми столбцами и мерами. Откроем Power BI Desktop. Несколько слов о модели данных. Это данные о продажах за два года. У компании, которую мы используем для примера, есть несколько филиалов, как в России, так и за рубежом. Компания продает несколько наименований продуктов. Давайте перейдем на вкладку «Данные» и посмотрим на таблицу продукта. Здесь мы видим информацию по каждому товару. Его название, код, цена продажи и так далее. И, например, нам необходимо присвоить каждому товару статус. Нужно ли закупить его на склад или склад по этому товару полон. Для примера мы возьмем отсечку 85%. Если товар на складе более 85% емкости склада, то считаем, что склад полон. Если менее, значит, нам необходимо пополнить запасы. Выполнить поставленную задачу мы можем с помощью функции «ИФ». Я думаю, что многие из вас про эту функцию знают. Она позволяет выполнить проверку условия и возвращает либо одно значение в случае, если условие верно, либо другое, если условие ошибочно. Но давайте детально разберем. В нашей задаче для написания формулы, нужна ли нам мера или нужен нам вычисляемый столбец. В данном случае мы можем сделать и так, и так. Можем создать вычисляемый столбец, можем создать, соответственно, меру. Давайте посмотрим различия в использовании вычисляемого столбца и меры в рамках озвученной задачи. В таблице продуктов вычисляемый столбец я уже создала для ускорения, соответственно, вот он, столбец называется «Статус». Давайте посмотрим, из чего состоит его формула. В первой строке мы пишем название нашего столбца, далее ставим знак равенства, и на второй строке, соответственно, наша функция. Как я говорила, мы используем функцию «ИФ». У нашей функции «ИФ» три параметра. Первый параметр – условие проверки. Мы проверяем, меньше ли значение в столбце заполненность склада, чем 85%. Второй параметр – это то, что возвращает наша функция в случае, если условие верно, то есть если по продукту склад заполнен менее чем на 85%. В данном параметре функция возвращает текст «Необходима закупка». И третий параметр – это, соответственно, то, что функция возвращает в случае, если условие неверно. То есть в нашем примере, если заполненность склада более 85%. В этом случае будет возвращен текст «Склад полон». Обратите внимание, формула написана для всего столбца. Мы не можем изменить формулу для одной какой-то конкретной ячейки. Мы оперируем всем столбцом в целом. Мы написали формулу, и она применилась ко всем строкам нашей таблицы. В каждую ячейку созданного нами столбца возвращен результат вычисления нашей формулы по каждой строке. Здесь мы видим, что по двум продуктам склад полон, это, соответственно, шоколад, и карамель. По остальным продуктам нам необходимо дозу купить их на склад. Давайте теперь посмотрим, как наш вычисляемый столбец будет вести себя в отчете. Перейдем на холст, на новую страницу. Давайте создадим срез по продуктам. Добавим на срез название продуктов. И теперь сделаем карточку. И на карточку добавим наш статус. То есть информацию по заполненности склада. Если мы фильтруем по нашему, соответственно, по продуктам, данные в карточке у нас меняются. Давайте теперь посмотрим на то, как будет себя вести мера для этой же задачи. Например, в таблице продуктов мы создадим новую меру. Сюда я скопирую ее формулу для ускорения. Обратите внимание на отличие написания условия в нашей функции if. Здесь у нас была переименована таблица. Поэтому вот так. Когда мы создавали вычисляемый столбец, мы могли обратиться к значению непосредственного столбца таблицы. То есть мы не использовали функцию агрегирования. Так как мера делает вычисление непосрочно, нам необходимо использовать функцию агрегирования. Здесь мы используем простую функцию сам. В дальнейшем мы будем фильтровать по продуктам и получать нужную нам информацию. Нажимаем галочку, либо мы могли нажать Enter. Наша мера, соответственно, создалась. Здесь вы можете заметить, что хоть мы и создали нашу меру в таблице продуктов, в столбцах вы ее не обнаружите. Потому что меры не привязаны жестко к, соответственно, столбцам. Отличить меру от столбца вы можете вот так по такой иконке в виде калькулятора. Давайте на нашу страницу отчета добавим еще одну карточку. И в нее уже добавим нашу меру. Переключаясь по продуктам, мы видим, что и мера, и вычисляемый столбец в целом ведут себя идентично. Но что, если мы хотим поменять местами значение среза и значение карточки? То есть мы хотим фильтровать по статусу заполненности склада и видеть, какие продукты имеют выбранный статус. Давайте создадим новый лист. Опять-таки создадим срез. И теперь в этот срез нам нужно добавить статус, то есть видеть значение выбора, склад полон или нам необходима закупка. Давайте попробуем добавить на срез созданную нами меру. У нас ничего не получается. Вот здесь мы видим первое отличие в использовании мер и вычисляемых столбцов. На основе меры мы не можем построить фильтр. Давайте попробуем добавить, соответственно, наш вычисляемый столбец. Но он добавился без проблем. Добавим многострочную карточку. И, соответственно, теперь, когда мы фильтруем, мы можем видеть только те продукты, которые относятся к тому или иному статусу. Далее рассмотрим еще одно различие в поведении мер и вычисляемых столбцов. Допустим, нам необходимо наглядно показать количество остатков на складе, возможность детализации по продукту. Для этого мы создадим гистограмму с группировкой. В значении укажем остатки на складе. Перенесем в область значения. В условии значения мы добавим информацию по продуктам. Гистограмма в целом у нас готова. Теперь, к примеру, мы хотели бы добавить детализацию по статусам. Например, на ось. То есть группировать данные по статусам заполненности склада. Как мы помним, у нас два статуса. Склад полон и необходима закупка. Данные для группировки, как я уже сказала, мы будем добавлять на ось. Для присвоения статусов у нас есть вычисляемый столбец, есть мера. Если мы попробуем на ось добавить меру, у нас опять-таки ничего не получится, потому что для осей мы должны выбирать, соответственно, столбцы или вычисляемые столбцы. То же самое с условными обозначениями. Давайте уберем условные обозначения и попробуем в них добавить меру. Мера сюда не добавляется. Но если мы перенесем сюда вычисляемый столбец, соответственно, данные у нас перегруппировались. Вычисляемый столбец в условных обозначениях также может присутствовать. Таким образом, для фильтров, осей, условных обозначений можно использовать только вычисляемые столбцы. Вам необходимо об этом помнить при, соответственно, создании вычислений. А вот в области значений мы можем уже добавлять как вычисляемые столбцы, так и меры. Давайте сейчас у нас указан столбец в области значений. Давайте создадим простую меру. Она у нас будет также и с обычной функцией SUM. И суммировать мы будем остатки на складе. Вот по этому столбцу. Вот у нас создана мера. И теперь мы заменим значения в нашей гистограмме со столбца на созданную нами меру. Переносим. Как вы видите, внешне гистограмма не изменилась. Но теперь в области значений у нас отображаются значения меры невычисляемого столбца. Давайте кратко подведем пример. Итоги. Про меры и вычисляемые столбцы. Вычисляемые столбцы используются для формирования значений в контексте каждой отдельной строки. А меры агрегируют эти значения для всей таблицы в целом. Столбцы используются в срезах, в области условных обозначений и для осей. А меры используем в области значений. Вычисляемые столбцы хранятся в модели данных. А для мер хранится только формула. Результат столбцов вычисляется сразу после создания формулы и пересчитывается только при обновлении данных в модели. А меры вычисляются только в момент использования на визуализации и пересчитываются в момент изменения этих визуализаций. Например, при применении к визуализации фильтра. Итого, мы посмотрели на примере разницу между вычисляемым столбцом и мерой. Теперь, я надеюсь, их область применения и назначения стали более понятны. Сегодня в рамках демонстрации мы будем смотреть на различия меры столбцов на уже практических примерах. Как я сегодня уже упоминала, язык DAX обширен. В нем порядка 200 встроенных функций. У функций есть свое свойство, которое называется свойство вложенности, когда мы можем использовать одну функцию в качестве параметра в другой. Это все делает язык DAX очень гибким и открывает колоссальные возможности его использования. С его помощью можно решать различные задачи по анализу и визуализации данных. Во время предыдущей демонстрации различий вычисляемых столбцов и мер вы могли заметить очень полезную возможность. Формулы можно не только писать непосредственно в строке формул, но также их можно туда копировать. Поэтому вы всегда на отдельные задачи можете приглашать специалистов для разработки формул, а далее вы можете скопировать полученные формулы в свой отчет и уже продолжить работу по его настройке и поддержке. Среди огромного количества функций языка DAX по нашему опыту наиболее часто используется 9. Они приведены на экране. В рамках сегодняшнего вебкаста мы будем использовать некоторые из них для демонстрации решения различных задач. Как я говорила в начале сегодняшнего вебкаста, демонстрации базируются на реальных примерах из выполненных нами проектов. Начнем с такого сценария, как преобразование исходных данных. Здесь стоит отметить, что обычно для преобразования и очистки входных данных используется редактор запросов в Power Query. Он есть в Power BI Desktop. Но не всегда полученные данные сразу готовы к использованию. Или же с течением времени появляются новые задачи и необходимо сделать некоторые преобразования без использования редактора запросов. В этом помогают достаточно мощные функции языка DAX. Рассмотрим на примере. Вернемся в Power BI Desktop. Перейдем на вкладку «Данные» и в таблицу «Календарь». Как вы можете заметить, в моей модели данных есть таблица «Календарь». Это единый справочник дат. Таблица «Календарь» также создана с помощью функции DAX. Называется функция «Календарь». Она возвращает таблицу с одним столбцом, в котором представлены даты в заданном диапазоне. Для примера, моя таблица создана в диапазоне дат от 1 января 2012 до 31 декабря 2019 года. Часто бывают ситуации, когда просто даты недостаточно. И недостаточно автоматического деления даты на год, квартал, месяц и день. Это автоматическая иерархия дат, которая создает Power BI Desktop. Например, бывает необходимо отобразить название месяца на другом языке, или в сокращенном текстовом формате, или же в числовом и так далее. Для этого используется функция «Формат». Выглядит она так. Функция имеет два параметра. Первый параметр – ссылка на наш столбец с датами. Вот он, столбец date. Второй параметр – это формат, в котором нам необходимо вернуть преобразованную дату. Три буковки «М» – это сокращенный формат месяца. Одна буковка «М», например, это числовой формат месяца. Также мы можем отобразить номер дня. Здесь вы видите также функция «Используется формат». Функция «Формат» возвращает текстовое значение. И чтобы нам не делать лишнюю итерацию по изменению типа данных, например, с текстового на числовой, мы можем добавить функцию «Инт», которая распознает числа и переводит тип столбца в числовой. Также можно отобразить номер недели года с использованием функции «WikNum» и так далее. Есть много других функций для преобразования дат. Бывают иные ситуации, когда в таблице, например, есть номер месяца, и мы знаем год, к которому относятся данные таблицы, и нам необходимо преобразовать данные в понятную какую-то дату. Например, как здесь. У нас есть столбец с месяцем. Мы знаем, что данные этой таблицы относятся к 2017 году, и мы хотим по каждой строке отобразить дату в формате день, месяц, год. Для этого есть специальная функция в DAX. Она называется Date. И возвращает она дату по заданным параметрам. В ней три параметра. Соответственно, год, месяц и день. Год мы знаем, 2017. В качестве месяца мы используем ссылку на столбец месяцев. В качестве, соответственно, даты мы для данного примера всегда используем первое число месяца. Указав эти параметры, мы получили столбец с датами, и теперь по этому столбцу, например, мы можем установить связи с нашим справочником дат, календарь. Есть и большое количество функций для обработки и преобразования текстовой информации. Например, у нас есть таблица, в которой есть информация по клиентам. Вот, таблица с информацией по клиентам. Клиенты отображены в формате с сокращенной формой собственности. Для наших целей, например, нам необходимо отразить название клиента без формы собственности. Например, мы захотим в будущем добавить полную форму собственности или провести какие-то другие преобразования с этой полученной текстовой информацией. Мы видим, что в нашем примере перед названием компании используются четыре лишних символа. Три для сокращенного наименования, сокращенной формы собственности компании и пробел. Для решения нашей задачи нам нужно отбросить эти четыре символа и вернуть оставшиеся данные. Для выполнения этой задачи используется функция DAX, которая называется MID. Она возвращает заданное количество символов, начиная с указанного. В нашем случае она возвращает текст из столбца клиент, начиная с пятого символа. Количество символов для возврата я указала 20 запасом, указала для примера. Конечно, здесь можно использовать дополнительные функции, как то вычисление общего размера каждой строки, нахождение затем максимально длинной строки, вычитание из этого количества первых ненужных нам четырех символов. Таким образом можно получить количество возвращаемых символов и не зависеть от данных, которые могут быть загружены в дальнейшем. Точнее, не зависеть от длины названия клиентов. Так как сейчас по текущей формуле возвращаются только 20 символов, и если название клиента содержит 21 и более символ, формула не будет этого учитывать. Помня свойства вложенности функции, вы можете добавлять другие нужные вычисления в данную формулу и получать нужный вам результат. Еще один пример сценария использования языка DAX в преобразовании данных – это преобразование адреса. Зачастую данные адреса хранятся в разных столбцах. Столбец почтовый индекс, улица, номер дома, город, страна, регион и так далее. Для того, чтобы нам соединить адрес в единую строку, можно использовать различные функции. Например, функцию Combine Values. Она соединяет текст с использованием заданного разделителя. В нашем примере первый параметр разделитель – это запятая. И остальные параметры – это столбцы в той последовательности, в которой нужно соединить информацию из них. В результате мы получаем адрес в одну строку. Другой вариант соединить текстовую составляющую в одну строку – это, соответственно, использовать символ Ampersand. Вот он. Вот такой символ. В этом примере мы также соединяем данные из нескольких столбцов с использованием разделителей. Но теперь уже разделителем будет являться не всегда запятая. Теперь мы хотим перед городом отображать G точка пробел и дальше название города, перед улицей UL точка пробел, название улицы и так далее. И в результате у нас также получилась одна строка с адресом. Дальше. Хотела бы сказать, что функции преобразования данных используются не только для создания новых столбцов в таблицах. Эти функции получили широкое распространение при визуализации данных. Сейчас я покажу пример. Это пример дашборда, в котором представлены показатели суммы продаж за 2018 год в сравнении с показателями за тот же период 2017 года. Цифра на карточке – это сумма продаж за указанный месяц 2018 года, а стрелка вверх или, соответственно, вниз показывает направленность динамики изменения по сравнению с тем же месяцем 2017 года. То же самое показано по кварталам. Этот сценарий можно использовать и для сравнения показателей текущего месяца с предыдущим и для сравнения фактических показателей с плановыми и так далее. Для того, чтобы стрелки отображались на карточке, была создана мера, в которой соединены данные о продажах за месяц и текстовый символ стрелка вверх или стрелка вниз. При этом выбор стрелки вверх или вниз зависит от сравнения данных месяца этого года с данными этого же месяца предыдущего года. Я покажу, как выглядит, соответственно, мера в отчете. Ну вот у нас этот отчет. Например, нажмем. Мера у нас называется «карт». Давайте посмотрим, из чего она состоит. Как я уже сказала, в этой мере соединены данные. Соединены они с помощью амперсанта, символа. Первое – это, соответственно, сумма продаж за 2018 год, за указанный месяц. Этот параметр является мерой, а в ней уже сделан соответствующий расчет, просуммированы данные по продажам. Второе, что соединяется, это непосредственно стрелка вверх или вниз. В зависимости от того, выше или ниже продажи 2018 года по сравнению с 2017. Ну, конечно, в размере рассматриваемого месяца. Итак, подытожим. Функции преобразования данных в DAX могут использоваться как для создания новых столбцов в таблицах, получения новой информации, так и для улучшения визуального представления информации на странице отчетов. Еще один пример использования функции соединения текста – это динамическое формирование заголовка. Покажу на примере, на примере Dashboard. Здесь представлены данные о выполнении плана, и есть несколько срезов, которые фильтруют таблицу. Например, мы можем посмотреть данные по какому-то одному продукту, ну, например, или по нескольким, или, соответственно, по всем. Обратите внимание, как меняется заголовок страницы в зависимости от того, какой выбор сделан. Когда не выбран ни один продукт, в заголовке так и написано «Выполнение плана по всем продуктам». Когда мы выбираем какой-то один продукт, название меняется – «Выполнение плана по продукту» и название выбранного нами продукта. И если мы выбираем несколько продуктов, то эти продукты указаны в, соответственно, названии. Еще один пример использования соединений текста – это создание динамических ссылок на страницу отчета. Текущего отчета или какого-то другого, неважно. При этом при переходе по ссылке страница открываемого отчета будет отфильтрована в соответствии с выбранными фильтрами на странице, с которой осуществляется переход. Например, в текущей панели мониторинга есть список продуктов, и мы можем нажать на иконку гиперссылки рядом с каким-то продуктом. И перейдем на страницу отчета непосредственно по этому продукту. Мы выбрали карамель. Если сейчас мы нажмем на иконку, например, рядом с черным чаем, мы перейдем на страницу, на эту же самую страницу, но данные здесь нам уже показаны именно по черному чаю, наш второй выбор. Говорить об интерактивности в отчетах и показывать различные варианты реализации можно бесконечно долго, примеров использования множество, и здесь все зависит от вашей фантазии и требования к отчету. Соответственно, давайте сейчас рассмотрим другие сценарии и другие функции использования языка DAX. Я говорила, когда показывала наиболее частые функции, говорила про функцию Average. Она достаточно часто используется для нахождения среднего значения. Здесь в данном примере мы находим средний курс за какой-то период. Формула достаточно проста, Average, и у нее один параметр ссылается на столбец с датами. И обратите внимание, здесь, если не выбрал ни один квартал, функция возвращает данные за весь год. Если мы хотим посмотреть среднее значение по какому-то кварталу, мы просто его, соответственно, выбираем. Функция достаточно простая, на ней, наверное, не стоит очень много останавливаться. Более интересная функция – это нахождение минимального и максимального значения. Соответственно, используются функции Min и Max. На этой же странице вы можете видеть, что мы смотрим не только средний курс, мы также смотрим максимальный курс и, соответственно, минимальный курс. Меры для них также ранее созданы. Здесь обратите внимание, что все меры у меня распределены по различным таблицам. Это может быть очень удобно, когда у вас в отчете несколько мер, вы храните их в различных таблицах по назначению. Так вы не заботитесь и всегда быстро сможете найти нужную вам меру. Соответственно, функция Min имеет также один параметр – это список, из которого мы ищем минимальное значение. Функция, соответственно, Max, она также имеет параметр столбец, в котором она ищет максимальное значение. Эти меры также реагируют на то, какой квартал у нас, соответственно, выбран. Дальше. Следующий сценарий, на котором имеет смысл остановиться, – это определение доли в общем количестве. Сценарии различные. Определение процента, например, возвратов или же повторных заказов от одного клиента. Определение доли оплаты по карте или наличкой в розничных магазинах. Или определение наиболее популярной площадки для размещения рекламы и так далее. В нашем примере мы будем считать процент ошибочных транзакций по сменам в разрезе продуктов. Напомню, наша демо-компания занимается продажей чая и сладостей, и в день совершается очень большое количество операций, как за наличный расчет, так и безналичный. Для управления ошибками нужно о них знать, и, соответственно, первое, что нам необходимо сделать, – это наглядно продемонстрировать проблемные зоны. Как видим, наибольшее количество ошибок происходит сразу после обеда, вот здесь, в интервале с 14 до 16 часов. В это время ошибки случаются по каждому продукту. Также мы можем заметить, что с утра ошибки у нас случаются только по продукту шоколад, а вечером с 18 до 20 часов наибольшее количество ошибок у нас по продукту черный чай. Это представление данных дает возможность для руководителя сделать выводы и принять соответствующие меры, возможно, дополнительно обучить персонал и так далее. Как мы можем такой отчет построить? Давайте перейдем на вкладку «Данные». Факт 2018. Здесь каждая строка представляет собой отдельную транзакцию, и у каждой транзакции есть свой статус. Выполнена транзакция успешно или она выполнена с ошибкой. Для того, чтобы показать процент ошибочных транзакций, нам необходимо посчитать количество транзакций со статусом «Ошибка», посчитать количество всех транзакций и, соответственно, разделить первое на второе. Такое вычисление мы можем сделать, создав меру и использовав функцию «Count» для подсчета количества, а также функцию «Calculate» для подсчета количества транзакций, отфильтрованных по статусу «Ошибка». В отчете есть ранее созданная мною мера, она находится в таблице транзакции, и, соответственно, вот так она выглядит. Здесь, соответственно, выполняется деление числителя на знаменатель. Знаменатель – это подсчет количества транзакций, а числитель – это функция «Calculate», которая выражение «Count» подсчитывает количество транзакций, а фильтр фильтрует нашу таблицу «Fact-2019» по столбцу «Вид транзакций» и возвращает только те транзакции, у которых статус является ошибкой. Получившуюся меру мы можем использовать в области значения в визуализациях, как мы видели. В дополнение там мы можем использовать различные столбцы для фильтрации и распределение данных по категориям. Например, в нашей демонстрации в отчете мы использовали столбец с названием продуктов для категоризации по продуктам, а также столбец с интервалами транзакций для представления информации в разрезе рабочих смен. Функция «Calculate» имеет колоссальные возможности, и, пожалуй, это одна из топ-3 наиболее часто используемых функций. Еще один часто используемый сценарий – это отражение данных нарастающим итогом. То есть мы можем отразить данные непосредственно по месяцам, можем отразить данные нарастающим итогом. Давайте посмотрим, как это работает. Мы создадим таблицу, укажем месяцы из таблицы «Календарь». Например, мы хотим по месяцам отразить. В таблице «Факт 2018» у нас есть информация с итоговой суммой. Данная информация у нас отображается непосредственно по месяцам. Если мы хотим отобразить ее накопительным итогом, то мы должны включить соответствующую миру накопительный итог. Как вы видите, теперь информация о сумме продаж отображается не по каждому месяцу отдельно, а уже накопительным итогом с начала года до конца. За январь суммы, понятное дело, одинаковые. За февраль уже сумма – это январь плюс февраль. За март – это январь плюс февраль плюс март и так далее. Сумма за декабрь соответствует итоговой сумме за год. Давайте посмотрим, из чего наша мира состоит. Используемая функция – это Total Year-to-Date. Эта функция вычисляет заданное выражение от начала года до текущего дня. У функции следующие параметры. Первое – это само выражение. В нашем случае мы считаем сумму продаж. Второй параметр – это столбец с датами. Далее – параметр, содержащий фильтры, которые необходимы для вычисления. Должна отметить, что это необязательный параметр. В нашем случае этот параметр присутствует и является функцией All, которая возвращает таблицу, игнорируя все наложенные фильтры. Про этот параметр не стоит забывать. Например, если на странице отчета содержатся срезы, влияющие на визуализацию, но вы не хотите, чтобы эти срезы влияли на непосредственный расчет данной меры. У функции Total Year-to-Date есть еще один необязательный параметр. В нашем случае мы его не используем, но о нем должна рассказать. Этот четвертый параметр указывает на дату окончания года. По умолчанию дата окончания года принимается 31 декабря, но если в вашей компании, например, финансовый год заканчивается 30 июня, вы можете добавить этот параметр при написании формулы, и результат будет рассчитан в соответствии с вашим рабочим годом. Мы посмотрели, как отобразить объем продаж накопительным итогом в рамках текущего нашего года. Бывают еще сценарии, когда необходимо сравнивать продажи текущего года с аналогичным периодом, но, соответственно, в прошлом. Ну, например, по месяцам. Сравнить продажи января 2018 с продажами январем 2017. Решить поставленную задачу нам также помогает язык DAX. В нашей модели данных помимо продаж за 2018 год, есть и продажи за 2017 год. И их, соответственно, мы также можем вывести на наш график, в нашу таблицу. Так, увеличим, перенесу. Продажи 2017. Давайте посмотрим на формулу. Формула для вычисления продаж предыдущего года за аналогичный период основана на функции calculate. Выражение функции – это подсчет суммы, соответственно, на продаж, а в качестве фильтра использована функция same period last year. Она возвращает таблицу дат, смещенных на один год назад относительно дат текущего контекста. Иными словами, если в таблице факт 2018 даты указаны за январь 2018 года, то функция same period last year возвращает такие же даты за январь, но за 2017 год. И так далее по всем месяцам, по всем датам. Соответственно, как вы видите, параметр фильтрации функции calculate может быть основан не только на функции filter, но и на других функциях. Функция same period last year может быть вложена в функцию, соответственно, total year to date. Здесь на примере вы видите как продаж 2018, так и продаж 2017 года. И накопительный итог как за 2018, так и за 2017 год. И обратите внимание, что данная таблица интерактивна, и она реагирует на изменяющиеся фильтры, то есть на изменяющиеся переключатели. На данной странице мы можем отобразить информацию по количеству проданных товаров, то есть в штуках. Можем отображать информацию по объему в деньгах. И если мы выбираем переключатель по объему в деньгах, у нас также появляется дополнительный параметр выбора. Мы хотим отображать информацию в рублях или, соответственно, в евро. Переключатели – это очень полезная вещь, добавляющая интерактивность в ваши отчеты. Давайте посмотрим, как их можно сделать. Перейдем на еще одну страницу, курс евро. Здесь у нас также есть переключатели, евро и рубли. Когда мы переключаем, мы видим изменения в объеме продаж. У нас осуществляется пересчет. Переключатели базируются также на основании мера. Давайте посмотрим, из чего наша мера состоит, как она устроена. Переключатель делается на основании функции if, то есть мы проверяем, выбрано у нас одно, тогда мы возвращаем такое-то, или не выбрано у нас это, тогда мы возвращаем другое. Первый параметр, соответственно, это условия. Как мы знаем, функции if, первый параметр условий. Здесь у нас условие комплексное, состоит из двух проверок. Эти две проверки объединены в функции end. Функция end возвращает true, если оба проверяемых условия верны, и false, если хотя бы одно из этих условий не верно. Проверяем мы, во-первых, какой тип выбора сделан, выбор одного значения или выбрано несколько значений, потому что для работы наших переключателей нам важно, чтобы был выбран только один вариант. Во-вторых, мы проверяем, соответствует ли сделанный пользователем выбор какому-то значению. В нашем примере выбрал ли пользователь валюту рубли. Соответственно, если оба условия верны, то происходит суммирование продаж по таблице FACT 2018. Это второй параметр нашей функции if. А если что-то здесь не верну, то функция if возвращает третий параметр, а третий параметр – это, соответственно, разделение на средний курс евро. Таким образом работают переключатели. Область применения и сценарии использования их огромные. Во-первых, использование переключателей разгружает отчеты и облегчает их использование. Во-вторых, это оптимизирует время, необходимое для создания отчетов. То есть вам не нужно для каждого измерителя создавать отдельную страницу. Вы можете на одной странице, используя переключатель, отображать данные в нужном формате. Соответственно, переключателей на странице, как вы могли уже заметить, может быть несколько. Первый параметр мы выбираем, в чем мы хотим показать. Если мы выбираем рубли, у нас появляется второй переключатель. Следующий сценарий, который мы рассмотрим, похож на сценарий, рассмотренный в начале нашего веб-каста добавления графических элементов на визуализацию для упрощения восприятия информации. Делали мы это с помощью функции соединения текста. Есть другой вариант реализации похожего сценария, использование функции DAX, которая называется Unichar. Она возвращает соответствующий знак Unicode. В интернете есть списки кодов, вы можете использовать эти коды в качестве параметров функции Unichar. И одно из преимуществ этой функции заключается в огромной базе символов, которые вы можете использовать. Там смайлы, стрелки, линии, квадраты и так далее. В нашем примере в крайнем правом столбце отображаются символы стрелок, показывающие превышают ли фактические показатели плановые. Еще одно преимущество использования функции Unichar для отображения символов – это то, что вы можете применить к ним форматирование отдельно, без применения форматирования к отображаемому числу. Здесь в примере цвет стрелок отформатирован в соответствии с тем, насколько факт превышает или не достигает плановых значений. Давайте посмотрим на миру, которая формирует у нас эти стрелки. Марк. Впервые мы делаем проверку, соответственно, больше ли фактическое значение, чем плановое. Если фактическое значение больше, то мы возвращаем стрелку вверх, используя функцию Unichar и соответствующий код стрелки вверх. Если, соответственно, фактическое значение меньше, у нас идет по ветке false. Здесь мы также делаем проверку. Если у нас факт меньше, чем план, мы возвращаем стрелку вниз. А если у нас факт равен плану, то возвращаем еще какой-то третий, соответственно, символ. Покажу еще один сценарий использования функции Unichar. Это инструмент определения плана на следующий год. По такому же принципу могут быть созданы панели определения скидки, когда известна, например, себестоимость продукции и рекомендуемая цена. Или же можно распределить имеющийся бюджет по рекламным компаниям, зная потенциальную отдачу от компании и общий бюджет на рекламу. Но в нашем примере по каждому продукту мы знаем продажи за 2018 год, знаем общую цель на 2019 год, знаем желаемые цели по каждому продукту. И теперь мы хотим установить цели по каждому продукту, чтобы выполнить и общую цель, и план по каждому продукту. Передвигая ползунки, мы, соответственно, меняем процент повышения плана на 2019 год. Сумма плана на 2019 год у нас автоматически пересчитывается, и также автоматически, динамически у нас изменяются графические показатели, стрелочка или крестик. Таким образом, устанавливая планы по продуктам, варьируя их, мы можем достичь всего зелененького. Еще один последний пример на сегодня – это ранжирование показателей для определения списка наилучших и наихудших позиций. Перейдем на страничку. Такой сценарий распространен для формирования такого типа списков – топ-3, топ-5, чего-либо присвоения рейтинга. Также здесь у нас использованы топ-3 продаваемых продуктов, топ-5 филиалов за период и так далее. Для того, чтобы реализовать такое ранжирование, нам необходимо использовать функцию DAX ранг X. Давайте посмотрим, из чего такая функция у нас может состоять. Здесь у нас комплексная формула. Для начала рассмотрим саму функцию ранг X. Первый параметр этой функции – это таблица, в которой мы хотим проранжировать значения, так называемая исходная таблица. В нашем примере это таблица, соответственно, продуктов. Второй параметр – это выражение, которое вычисляется для каждой строки исходной таблицы с целью формирования значений для ранжирования. В нашем примере ранжировать мы будем по объему продаж. Объем продаж вычисляется в мере с названием продажи валюты MAX. Меру имеет смысл использовать, если на странице есть переключатели, и мы хотели бы возвращать значение в соответствии с выбранной кнопкой на этом переключателе. Третий параметр, указанный в нашем примере, это функция ранг X. Это порядок ранжирования, и в целом данный параметр не является обязательным. В нашем примере мы указали, что необходимо упорядочить по убыванию, то есть от максимального к минимальному рангу. Иными словами, ранг 1 будет присвоен продукту с наибольшим объемом продаж, а ранг 6, так как у нас всего 6 продуктов, будет присвоен продукту с наименьшим объемом продаж. Изменяя этот параметр, можно менять порядок ранжирования. Мы разобрали синтаксис формулы ранг X в рамках использования нашей формулы. Давайте вкратце посмотрим на саму формулу в целом. Эта формула вычисляет объем продаж и возвращает список из трех продуктов. Соответственно, мы вычислили объем продаж, и мы отфильтровали. Если у нас ранг меньше, либо равен трем, то есть первый, второй, третий, то мы возвращаем продукты в наш список. Если, ну, а в ином случае, мы возвращаем пустое значение, соответственно, ранг возвращен не будет. Эта мера также реагирует и на срезы, которые у нас установлены на странице. Соответственно, выбирая тот или иной квартал, мы видим, как меняются топ лучших, топ худших продуктов. Продолжение следует...